Добро пожаловать на матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом». Знаковые команды, безусловно, с огромными традициями. И играют они в ситуации, когда одна из этих команд уже все для себя и решила. И московская «Динамо» уже точно сыграет с финским «Юртейдом». Пытается шайбу моментально отобрать, составляет буллеж «Пакарин» на шайбу. «Пакарин»-то как хорош в этом сезоне, поскольку забросил 19 шайб уже за магнитогорский «Металлург». Съездил и в национальную сборную на Евроту. Пожалуйста, наброс на ворота. Вот она заходит в сетку. У меня есть ощущение, что все-таки Ревенко ее потерял из виду. Да, и на мой взгляд, что кто-то из своих игроков там еще и помог, в кавычках, эту шайбу забросить. «Пакарин» все поздравляет, но нам надо посмотреть повтор, чтобы было все четко и ясно видно. Ну, вот так вот через борт. Попытка, по сути, даже не бросит, мне кажется, я сделал передачу. И, кстати, эта затея увенчалась успехом. Мозор быстренько шайбу возвращает защитнику. Кошечкин тут едва не потерял ключ. Хватился передачу на Индршизон, но тот не готов для броска. Поэтому опять вынужден потратить время на обработку этой шайбы. И доводку мы видим до защитника. Волков бросил, и вот она, пожалуйста, в сетке 1-1. Московская «Динамо» сравнивает счет. Да, вот говорили мы про Закресона, что есть у него возможность проявить себя в первом звене, играя в сегодняшний матч. Проявил себя здорово. Нашел шайбу. Пущен защитником от синей линии. Развернулся. И себя очень здорово проявлял. Так что здесь продолжает тоже оставаться лидером обороны. Смотри, какой опасный момент. Да, и Закресон у Кулемина шайбу отобрал. Да, и успел бросить еще какая-нибудь поперечная передача. Тяжело приспособиться. Опасный момент сейчас. Великолепная передача прошла на пятачок, на самом деле, в москвиче. И Егор Зайцев там подключался. До него шайба не дошла толком. А вот до другого кокеиста Моисеева она дошла. Это еще один опасный момент. Сразу по два игрока атакуют. Понятно, понимают они, кто может бросить, кто может отдать передачу, кто лидер. И, соответственно, очень внимательно здесь Булерш едва не забрался шея был. Какой проход великолепный, да, у Булерша? Результативный с последних матчей. Когда он приехал вместо Войты Кобольского, все, в общем-то, и говорили, что это какой-то странный выбор. В пользу хоккеиста, который никогда за пределом не просто одной стороны не играл, за пределом другого клуба не играл. Но вот сейчас Булерш-то опять опасный момент у него был. Мозор. Ну, тоже не опасно. Все пока спиной к воротам Кошечкина. Все это по борта. Моисеев. Ну вот, наконец-таки, да. Ух ты, штанга, по-моему, была после броска Мозора. Говорили, 5-5 было совсем недавно. 9-6 уже по броскам. Шор выигрывает у Панкратова вбрасывание. Так, моментальный выстрел идет Дронова по воротам Матушкин. Опять закатывается защитник. Да, мы уже с тобой видели постоянно. Ох, как Матушкин забивает! Просто невероятно. Ник Шор ему делает голевую передачу. Вот что значит подключение защитников. И опять это не случайность. Они так играют весь матч. И я говорил о том, что защитник, подключившись, не бежит, как ошпаренный назад. Он задерживается на секунду, на две, если надо, на три. То есть доигрывает эпизод. Владимир Динамос и достаточно широко катая по зоне. Растягивает оборону, постоянно заставляет ее кружиться, менять позиции. И все это позволяет Динамосам создать великолепный шанс. Сейчас и где шайба, не очень понятно. Она там под коньком Кошечкина, что ли? Или кто здесь в итоге ее касается последним? Кошечкин ясно. Но давай опять похвалим звено Мозора. Да, и будем сейчас смотреть, как же прошла вот эта передача. Там просто был Ефремов, но Мозор, вот мы видим, Брюхвин, да? Также и тренеры радуются за то, что не только нападающие могут забивать. Ну да, а тем временем Магитагорская команда сейчас имела шикарный момент. Да, и первое звено они заперли, кстати, Магитагорскую Металлурга. За Крисан, передача. Когарлицкий перевод делал. Там два игрока было на петчке. Когарлицкий сам бросает, уже щитком реагируя. Ефремов шайбу оставляет Мозору. А это Брюхвин. Неплохо. Динамовцы под воротами действуют. И сейчас едва не завел шайбу Ефремов. Курчкин на одиночный выстрел, мы видим, реагирует сегодня очень хорошо. Даже когда атака затягивается у московских динамовцев. Курчкин пока держится молодцов. Ух ты, какой момент. Эффектный сейф. Вот, наконец-то, и будет рекламная пауза сейчас. Надо эту шайбу отковырять. Там несколько секунд всего остается. По сути, ни одного момента Динамо и не создало. Ой-ой-ой. Ну, в общем, все. Вот так вот и получилось. Мангитогорская команда сегодня побеждает. И, надо сказать, побеждает по делу. Ключевые факторы успеха. Курчкин, выигранное вбрасывание, достаточно большое количество сблокированных бросков, шайбы защитников. И сыграли те, на кого не рассчитывали, вроде как мы, но они-то рассчитывали.